Здарова, народ! И смотрите внимательно, какую шикарную позицию под горой сейчас займет игрок на Шкоде Т-56. Это место фактически изменит исход абсолютно всего боя и поставит всю вражескую команду фактически в неловкое положение. Они ничего не смогут сделать. Короче, все внимание на экран, очень интересная позиция и вообще один из самых реально таких, блин, напряженных боев, которые я в последнее время находил. Короче, погнали врываться, народ! Очень скоро будет позиция. И еще один момент. Обратите внимание на вражескую артиллерию. С ней будет один прикольчик в конце, который... Ладно, это уже слишком много спойлеров. Смотрите, сами поймете, о чем я сейчас пытался сказать. Так, тут у нас, посмотрите, уже приехали пацаны, центр быкуют. Какие интересные у нас товарищи. Но в целом, что происходит? Давайте в двух словах объясню. Наша команда обосралась. В начале боя, ну, здесь ничего не надо говорить, обосралась. Потому что мы проиграли центр. Мы проиграли вообще полностью рудник вот тут. Здесь враги катают, я не знаю, как у бабушки по огороду. Рассекают. И мы ничего не можем сделать. Он ВЗХ выехал, а что здесь сделает? Сделает ВЗП 21 и в Ти. Насосет Писюна. Ну, понятно, она это и сделала. Он 30 хп, спеши пропал. Он еще и артоводы, которые успешно поливают градом фугаса. Он, Колыван, тоже понял, что надо отъезжать. И теперь, что произошло? Счет 0-4. 0-4, блин, народ. С начала боя прошло до трех минут еще не прошло. Но привет, рандом. Все, отлично. Уже можно готовить смазочку, да? Готовить, смазывать вазелинчиком. Потому что сейчас враги со всех сторон наплывут и оливидерчик. Пиши записочку, да? Ну и, собственно, что наш герой делает. Смотрим дальше. Давайте немного по миникарте пройдемся. Вот, пожалуйста, у нас тут еще есть ЛТГшник. Пока это важно. Он молодец. Он держит хотя бы остров. А, нет, тут уже Т-34-1 добрали. Вот один только хотел, только хотел, блин, сказать. И хорошо, что тут еще есть Т-34-1. Но его уже упаковали. 1-5, короче, народ. Ну и основная сила нашей команды сосредоточена вот там, на базе. По кустам сидят. Бибайте, ребят. Вон, посмотрите. Як-пантерка, Кара-П-88. Вот наша сила. И один наш герой на центре. Да, мог бы быть еще Калыван, который, по идее, тоже успешно слинял и сюда к нам припарковался. Но Калыван решил, что нечего ему долго в этом бою задерживаться. Зачем тащить, если вон он, Писюн, там впереди, поехал, успешно принял на грудь, как говорится. Но все равно наш герой пока что тут остался. И сейчас, фактически, враги что должны делать? Они должны вот тут с рудничка, с балкончиков, вот в эти кустики заглядывать. Высвечивать там наших куста страдальцев, которые там стоят в базу, те ребята. И распинывать их. Все, легкая победа. Но, в ходе Т-56 не пальцем делан. Он сейчас, находясь под горой, не дает вражеской команде выезжать на край. Потому что он сразу же рентгеном их высвечивает. И как раз в этом моменте был важен наш светляк, который держал остров. Потому что нас могли, если вот здесь бы продавили, всю эту тактику разрушить. Но пока туда поехал из 5. И спасибо ему от души огромное, братан. Просто наш герой вот этому ИСУ пятому обязан, я не знаю, чекушечку подогнать. Потому что дело он делает важное. Так, Дед Шестой тут выезжает башкой, балдой своей танкует. И мы с Дедом Шестым, по идее, должны разбираться. Он к тому же очкует ехать. Там нас, в принципе, еще прикрывают ПТ-хи, Як-Пантерка, Т-103. Там еще Карыч по 88-й сидит. И фактически наш герой ничего не дает сделать всем врагам, которые сидят на горке. А там Лансен Эс, Колесник. Да вообще их там много. Реально. И вон Колесник, кто как к краю подъезжает, сразу же. Лампа Ильича, у него лысый на экране. Показывается. И вперед. И все. И он ничего не может сделать. Он ИС-6 поехал. Но он тоже не может проехать. Потому что мы ИС-6 раскидываем в борт. Ну ИС-6 там свалился. Ладно. Там уже нашему ИС-5 придется с ним дострадываться. Ну и что, собственно, дальше? Главное сейчас продержаться и переломить бой. Но наш герой уже очень важную работу сделал. Потому что мы как минимум затянули момент. Враги не поехали. Вот в тот момент, когда оставало как 3 минуты прошло с начала боя. Они уже весь центр выиграли. И, по идее, в этот момент они уже могли с горы пересветить там все, что можно. И бой бы мог очень быстро закончиться. А так у нас еще, вон, посмотри. 4 танка сзади стоят, прикрывают. Ну и вот ЛТГшнику ничего не остается делать, как просто идти на прорыв. Но и тут наш герой приготовил ему теплый прием. И в последний момент. Вот он уже почти добрался до коричневого засранца. Почти уже, уже просто на губах у него был вкус арты. Он чувствовал, как сейчас накажет артовода. Но нет, мы его тут поджидали в самый последний момент. Колесник стоит, лансенестом стоит, по-любому ничего не может сделать. И, в итоге, мы немножко даже уравняли ситуацию. Если не по фрагам, то как минимум по хп. Видите, у нас хп на команду. Реально сейчас даже больше, чем у врагов. Это учитывая, что мы проигрываем. А все потому, что наш герой тут на центре реально не дал им высветить нормально дальнюю часть. Вот эту всю-то 103-го. Вот сейчас только мы отъехали, видите. Мы отъехали. И вон он, лансенест, подобрался и начинает работать. Но все равно, и даже сейчас его удается там высветить каким-то образом в нашей команде. Но и что теперь дальше? Вот главный вопрос. 10 снарядиков у нас. Ситуация по хп начинает сравниваться. А по фрагам мы все еще довольно жестко проиграем. Удается тут ЕБР Готчкиса подцепить. От колесника избавиться. Это тоже задача важная. И все-таки что произошло? Почему наш герой отъехал? Тоже, мне кажется, правильное решение. Не стал вот тут дальше стоять. А потому, что остров бросали. А потому, что первая, вторая линия обосралась. И все. И враги уже вкатывают вот сюда к нам на базу. И мы... А там мы уже ничего не сделаем. Если мы там будем дальше внизу стоять открытые, нас просто распинают с нашей же базы, блин. Поэтому вот приходится, приходится отсюда уезжать. Ну и Т-103 придется с ним попрощаться. Потому, что у него там шансов дальше жить нет. Артовод помогает тут А-44 наказать чемоданчиком. Газа начинают... Начинают раскидывать. А из И-6 чуть не пробил. Лансенес так вообще плюху дал. А это что такое? А это что такое, дружище? Куда ты прибыл? Не попал в броню? Да как так-то? Как не попал в броню? Вроде же в эту самую броню и летело. Решает наш герой ворваться. Там сзади Лансенес. Лансенес оно. Посмотри, я даже замедлил. Вот этот момент. Лансенес падает сзади и разбивается. И чисто разбивай, Лансенес, дружище. Я тебе советую, если ты планировал прыгать с парашютом, не надо. Не надо, пожалуйста. Это не твое, поверь. Вот прыжки с парашютами точно не твое. Если здесь ты выйдешь в новый бой, то в жизни новый бой не предоставляется, к сожалению, создателям. Поэтому не советую тебе. Так, а что там нашего артовода еще не забрали? Я не понимаю, что там. Броню стальной краской покрасил. Как он держится? Ну вот этот 6 все-таки доехал. 62 хп у ИСа 6. Выкатываемся. Одет 6. Хитро выдуманный. Хитрожопый. Посмотри. Не стал тут разворачиваться. Заехал за дом. Знает, что мы его тут поджидаем. Или не знает, или не знает, или не знает. Ну, можно и так. Выехал, каточек подставил, люлей получил. Все хорошо. Молодец, ИС-6. Смотрим, что теперь. СУ-101 против нас. ГВ Пантерич и М-12. Сейчас, учитывая, что... Нет, 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 нет. Фугасы, пожалуйста, фугасы. Уйдите. Не надо, не надо, артоводы. Это вы плохо придумали. Плохо придумали. Так. Теперь, фактически, СУ-101 может нас высветить. И с таким запасом хп, как и у нас, нам явно не поздоровится от арты. Поэтому надо быть очень осторожным и попытаться все-таки хотя бы находиться в сейве от арты в тот момент, когда мы с ПТшкой встретимся. Так, наш герой тут усердно прям дергает камерой. Видно нервишки. Выезжаем на СУ- Подожди, 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 что это? Что это такое? Ребята, что это там такое? СУ-101. Ты чё, КамАЗ утро перечитал? Где ты такую... Где ты такую позу откопал? Не, вы посмотрите, как они это сделали. Как они этого добились? Ребятушки, вот это рандомчик у нас предновогодний, конечно. Да и отжирку. СУ-101 в позе рака находится. Не, дружище, я тебе советую больше эту книгу с КамАЗ утро не открывать. Он где-то эту позицию увидел. Больше не советую. И никуда. Ни влево, ни вправо. Жопа застряла, да? Кто-то слишком много ел. Ладно. Разобрались с этим, но артоводы уже прямо домой к нам пришли. Посмотрим. 12 стоит. Как у себя на свадьбе. Счастливая и довольная, да? И на 256 твою дивизию. 15 хп остается. И три снаряда всего в сумме. И один из фугасов решает пройти то ли сквозь танк, то ли не знаю, что это было. И у нас последний бронебойный снаряд на последнего артовода остается. Еще и к тому же 15 хп, народ. Я не завидую сейчас нашему герою, потому что, я не знаю, нужно иметь либо стальные нервы, либо сейчас отойти, достать фляжечку и все-таки налить 100 грамм, потому что без них серьезно дальше никак. Можно просто перенервничать и облажаться. Ладно. Едем за артой, хотя я не знаю, едем мы или она сейчас из-за любого угла выскочит, тоже вопрос, потому что арта могла куда угодно за это время перебраться. А я пока, народ, вам быстро напомню, что спонсоры этого ролика ребята с классного сайта ВотГолд, где появились уникальные контейнеры с новогодними коробками. Называются они Новый Год, Рождество, Восточный Новый Год и Волшебный Новый Год. Короче, очень крутые коробки. Стоят по 69 рубчиков и в них можно выбивать новогодние коробки, собственно, вот эти все. Причем можно выбить за раз даже 45. Залетайте в закрепленном комментарии, народ, ссылочка на ВотГолд. И самое главное, если будете счет пополнять, вводите вот этот промокод, который на экране. По нему получите гарантированный подарок-бонус при пополнении счета. Каждому, кто промокод вводит, дают подарок-бонус в закрепленном комментарии под видео. Ссылочка на ВотГолд и мой промокод. И не забывайте также, что в этом видосе можно выиграть голдишку или даже коробки от нашего канала. Как всегда, лайк, подписка, колокольчик, позитивный комментарий с игровым ником. У нас элементарные условия. Участвуйте. Ну и просто, Шкодыча, лайком сейчас надо поддержать народ. Реально, не забудьте под видосом Лайчинский нажать. Очень эпичный бой. 15 хп, последний снаряд, последний артовод и 2 минуты до конца боя. Он сейчас с блайном и лампочка. Вот он. И сводись, сводись, я тебя умоляю, сводись. Ну, все-таки победа. Фух, можно выдохнуть, извиняюсь, народ, что много кричалка. Конечно, очень эпичный бой, особенно финал. Надо быть поспокойнее, конечно. Пойду валерьяночки выпью после такого боя. К итогам. Падин, пол, воин, мастер. Очень крутой бой. Вверху справа прошлый видос, а мы с вами, народ, увидимся в новых роликах, которые очень скоро будут на канале. Пока, народ!